Вот, но для начала я просто хочу пройтись по своим небольшому блоку плакатов, потому что плакаты я люблю делать и каждый раз ищу свободу, ну, ищу какую-то возможность, чтобы их, чтобы лишний раз сделать еще один лист. Потому что, да, еще хочу заметить, что плакаты не фейковые, я стараюсь это привязывать к каким-то событиям, участвую в разных проектах, меня туда приглашают, или же делаю к своим же выставкам, или у меня появляются клиенты, которым я тоже эти плакаты делаю. Потому что плакат это большая форма, в которой можно все, что ты нарабатываешь в той же графике, типографике в шрифте реализовывать там по-разному, а самое главное экспериментировать. И вот возможность эксперимента, мне кажется, у всех должна быть, потому что надо помимо задачи делать еще сверхзадачу в себя ставить, которую нужно преодолевать. И когда вы ее преодолеваете, то тогда что-то получается, и что-то получается интересное и новое. Этот плакат моей же выставки, выставка была в 2016 году, и выставка просто называлась «Плакат». Те плакаты, которые я сделал к 2016 году, вот это количество было выставлено в Севастополе, в Севастопольском художественном музее, и я сделал этот плакат к этой выставке. Он такой многослойный, и вот эта буква «Ю», которую вы вначале видели, которая тоже явилась в свое время частью шрифта, которую я создал, она вот здесь, в этом знаке, в котором написан плакат. Позже вот этот знак с надписью «Плакат», «Постерлаб» я туда поставил, стало знаком лаборатории плаката Школы дизайна, Высшей школы экономики, где я сейчас преподаю и веду этот курс или эту лабораторию. И поэтому я сделал здесь совершенно ручное написание, здесь нет наборного шрифта, и наборный шрифт только есть в той афише, которую я подложил как слой. А здесь, а этот проект довольно-таки старый, 99-го года, я делал весь фирменный стиль к выставке и дизайн, которая проходила в Москве, ну такая ежегодная отчетная выставка, и ее я как раз построил на уже шрифте, который создан. И вот эти вот буквы, которые уже не имеют буковки «Д», которые не имеют перемычек, они превращаются не только в буквы. И здесь стало меня интересовать визуальность вообще шрифта, как можно шрифтом разговаривать на уровне визуального языка, как мы можем образы через буквы превращать во что-то большее. То есть вот буква – это буква, мы понимаем, что это знак, но это еще что-то, чего-то еще, чего мы не знаем. И путем всяких экспериментов в области плаката и просто манипуляции со шрифтом, я пытаюсь каждый раз найти вот эти решения и ходы. Поэтому здесь эта буква «Д», она может быть не только буквой, но это могут быть какие-то формы, выпавшие из промышленного дизайна, и не только, которые, как идея, сваливаются с неба. Это тоже плакат моей персональной выставки, выставка каллиграфии, каллиграфии на уровне наброска, между наброской и каллиграфией. Я делал под живую музыку, рисовал за 10 минут в районе 50 листов обнаженную модель, которая менялась в позициях, она позировала в движении. И это были такие перформансы, проекты, которые были уже за гранью рисунка, они были на уровне каллиграфии, то есть где-то это рисовалось на каких-то ощущениях. Как говорят профессиональные каллиграфы, которые занимаются свободной каллиграфией, типа японской, надо голову отпустить, чтобы только руки слушать. То есть это вот такое состояние. Ну и, соответственно, в плакате я использовал фрагмент одной из работ и включил туда уже всю остальную типографику. Вот этот постер посвящен 125-летию крученных. И здесь уже, опять же, повторяется этот шрифт, который я сделал, но здесь он в светлом начертании, и я его так подаю в такой лозунговой конструкции, которая усиливает вот этот фронтальный посыл, как будто идут люди с плакатами. Еще один шрифтовой плакат, который тоже для Севастопольского художественного музея, для выставки, она называется «Рецепты севастопольских гурманов». Почему? Потому что все работы, которые были там выставлены, они были решены и созданы по кулинарным рецептам. Ну, была такая концепция выставки, я делал этот плакат. И мне навеяло какие-то мысли от консерв советских, от кулинарных, которые были такие раньше консервы, на которых было написано «рыба» и больше ничего. То есть вот они были такие шрифтовые, советские, очень такие брутальные. Вот этот плакат к 120-летию Маяковского. Ну, здесь вы видите, что опять еще одна такая буква, буква «И», которая выходит в прописном режиме за строку, только вверх, «Д» вниз, а «И» вверх. И она нам тоже мешает. Но дело в том, что мне показалось, что это, наверное, может быть фишкой в данной ситуации, и она стала просто маяком у Маяковского. Еще одно дальше развитие шрифта – это революционный плакат «К столетию революции», который я делал, опять же, на основе этого шрифта. Здесь как раз изобразительная часть – это кровь, которая капает из буквы. А это конструкция революционная. Это может быть парад, демонстрация, люди. Это может быть башня Татлина, третьего интернационала. Ну, все сразу. Потому что буква, еще раз, она условна, но она дает шире образ. Мы буквой себя ограничиваем, даем определенные ограничения, а эти ограничения начинают развивать ситуацию гораздо шире. Плакат проекта «Син-Сити» – это рэп-концерт с участием трех рэперов. Вот они здесь написаны. Хаски, Боливардепо и Салуки такой. Может быть, кто-то знает этих исполнителей. Этот проект делал весной, в который тоже вовлечена еще одна сторона проектирования, который я называю проектированием на телефоне, смартфоне. То есть иногда бывает такое ощущение, что хочется в руки взять кисточку, открыть тушь, но это же надо все отвинтить, открыть, поставить, подготовить бумагу. А иногда нет возможности или просто не хочется. И тогда лезешь туда, что, как говорится, ближе. Берешь телефон, есть там какая-нибудь программа типа блокнота, и в ней прямо рисуешь. И так я, собственно, поступил. У меня в телефоне была картинка, которую я делал 3D-ручкой. Для совершенно другого проекта я просто помогал, подсказывал своей дипломнице, которую я курировал, и она делала всякую сувенирку на основе шрифтов. И все это выполняла 3D-ручкой. Я ей показал, как это делается. Просто она купила эту 3D-ручку, и я взял, скомпоновал надпись. По-моему, не Киев, я сейчас не помню, кто там был. Я эту картинку вытащил, и потом она мне очень понравилась, я решил с ней работать в этой теме. Но чтобы закрыть ту надпись, мне пришлось сделать вот такие каллиграфические манипуляции, которые я положил сверху. получились такие провода, то есть, как говорится, кишки наружу. И это абсолютно соответствует той теме, которая была, значит, на этом концерте. В продолжение этой темы еще один плакат, но на такую уже невеселую тему. Это 25-летие Чернобыльской катастрофы. Здесь я тоже сделал этот плакат в телефоне. Но в телефоне я его делал как плакат, ну, как эскиз плаката, потому что мне нужно, у меня появилась мысль, и я должен был быстро ее зарисовать. Ехал, по-моему, в метро, и больше другого под рукой ничего не было, и я это быстро пальцем нарисовал. Потом я приехал домой, перенес его в компьютер, но поскольку программа отцифровала это изображение не как линию, а как уже объект, то есть линия стала объектом, то мне хотелось эту линию перекрасить в желтый цвет, я почему-то решил в желтый взять такой с тронцей, чтобы он фонил. И она мне вместо того, чтобы перекрасить эту линию, она мне ее обвела. И я понял, что это то, что мне нужно. И эту тему стал развивать, и так он превратился в такой фонящий радиоактивный плакат. А это плакат к лаборатории плаката, которая была у меня как годовой курс дополнительного образования, который я провел в 15-16 год. И здесь он наполовину компьютерный, наполовину блендовый. И здесь еще вот тоже одна тема, как компьютерные всякие фильтры, которые у нас в огромном количестве существуют в фотошопе и в иллюстраторе, как их можно использовать, допустим, не в штатном режиме. То есть можно в этой теме тоже еще экспериментировать. Ну вот, так вот появился такой постер. Сейчас вот этот плакат и будет следующий, которым я тоже использовал шрифт, спроектированный мною и моими студентами, группой студентов. Этот плакат посвящен теме… Есть такой проект «Downside Up», по-моему, правильно так я его называю. Это фонд, который помогает семьям, у кого дети с синдромом Дауна. И это была плакатная акция международная. Я в ней тоже участвовал, был приглашен туда. И как раз был этот шрифт уже готовый. И я понял, что по своей какой-то наивности этот шрифт каким-то образом подходит этой теме. Но его было недостаточно. И я дома нашел слоников, которым мой сын лепил, когда ему было там года три или четыре, он занимался в студии детской. И они каким-то чудом сохранились. И я просто их туда запустил, сфотографировал. И вот получился такой стык между вот такими детскими скульптурками и вот таким же шрифтом, который друг друга… Вот они как будто вышли на этот шрифт и его трогают. И с этим шрифтом я сделал плакат к театру, к спектаклю «Дядюшкинцом» для театра «Сфера» в городе Москве. И этот шрифт здесь тоже по-другому прижился, но он уже в другом контексте. А это плакат и новогодняя открытка одновременно. Я его называю плакат «бленд». То есть, ну знаете, есть такой прием «бленд», когда от одной формы мы несколько приемов перекручиваем фигуру, допустим, несколько шагов, и она превращается в другую. А здесь русское написание с Новым годом превращается в английское. Но мне понравилось, когда я искал разные решения, запустил этот «бленд», там еще что-то пробовал, мне понравилось, что когда вот это превращение получилось, появились сосульки, то есть появился снег. И мне компьютер просто подсказал, как можно сделать плакат про Новый год и про зиму. Естественно, я там что-то почистил, там что-то было лишнее, но в целом это имело вот такое решение. Плакат джазовой команде «Ялта Джем», которая играет такую легкую джазовую музыку. Она выступала там на фестивале «Грин Джаз Фест», который проходит ежегодно в Крыму, джазовом фестивале. И это плакаты, у меня их целая серия, я в конце лекции выступления своего вам их еще покажу и расскажу поподробнее. Там была определенная задача-эксперимент, но здесь вот тоже ситуация, как шрифт может быть частью картинки, потому что вот этот вот миксер, который из шрифта делает джем, а шрифт в таком состоянии, что он сейчас либо является камнем и от него отлетают искры, его невозможно ничего с ним сделать, либо это действительно превратится в какую-то новую субстанцию. Ну и еще вот, когда я это делал, почему я туда чайки пририсовал? Потому что вот этот миксер мне еще напомнил лодочный мотор, потому что слово «Ялта», оно сигналит именно про Крым, про море и про все остальное. А вот плакат как раз к этому фестивалю «Грин Джаз Фест», который, значит, я тоже основной роль отвел в шрифту, который держит вот эту решетку, сетку, конструкцию плаката, а все остальное, и вообще весь плакат я сделал в игрушке, которая у меня была в телефоне. Как это была странная игрушка-рисовалка, которую я просто скачал, потому что она мне понравилась, там было очень плохо нарисованные детали, какие-то глаза, носы, очень смешно, каким-то неумелым человеком. И я подумал, а что если я в этой игрушке буду плакаты делать? И вот попробовал и сделал вот такой вот плакат. Там какие-то капли были, я их вытягивал. Три шрифта там было, которыми я, значит, набирал там все. Вот получилась такая многослойная штука. И плакат, который я сделал цветными карандашами, это плакат пасхальной выставки, которая была в Черногории, в городе Будва. Ну вот я так придумал, нарисовал такое яйцо, которое одновременно и шрифт, и форма, и еще движение, которое превращает форму в буквы или наоборот. КОНЕЦ НУЛИРА Нур КОНЕЦ ИНУЛИРА Продолжение следует...